Друзья, всем привет! С вами как всегда Зураб, а соответственно канал Кухня с акцентом. Сегодня я вам покажу рецепт котлет, куриных котлет, таких вкусных, что вы просто будете их готовить постоянно. Они вкусные, сочные и просто какие-то невероятно нежные. Поехали! Для того, чтобы сделать эти великолепные куриные котлеты, я взял 2 килограмма мяса, но взял филе бедра. Сами понимаете, филе бедра посочнее, чем грудка, но из куриной грудки тоже можно без проблем. Конечно, тоже будет сочно, вкусно, но не настолько, как из филе бедра. Вот для этого рецепта филе бедра, так скажем, на 100% идеально. И много овощей. Лук, морковь, чеснок. И на что я хотел ваше внимание обратить, на лук-порей. Не пугайтесь, если вы его не найдете, он в этом рецепте вообще не нужен. Но мне очень нравится его аромат в готовых котлетах, поэтому я его добавляю. А это к тому, что это необязательный ингредиент. Есть, добавляем, нету, не заморачиваемся. Думаю, объяснил. Начнем с того, что нам нужно сначала все овощи хорошенько, так вкусненько обжарить, чтобы они стали мягкие. Лук пополам и крупно нарезаем. Мы его будем потом в блендере пропускать, как и все овощи, поэтому мелко резать тут нет необходимости. Точно так же крупно лук-порей нарезаем, если он у нас есть. Точно так же крупно чеснок нарезаем. Вот так пополам и вот на такие дольки. А морковь на крупной терке. Мы ее можем нарубить, но она не успеет приготовиться вместе с овощами, поэтому просто натиряем. После того, как мы овощи подготовили, надо их обжарить. Включаем плиту. Достаточно много масла наливаем. Как вы видите, овощей у нас тоже немало. Чтобы они, знаете, хорошенько обжарились, а не подгорали. Вообще, в котлетах подгоревшие овощи нежелательно, друзья, они горечь котлетам придают. Особенно таким нежним, как куриные котлеты. Дорогие, почаще перемешивайте, чтобы ничего не подгорело. Нужно, чтобы все овощи размягчились. Посмотрите, отлично, у нас овощи протушились. Соли мягкие, прозрачные, уменьшились раза в два. Думаю, достаточно. Слишком тоже не передержите, чтобы они не пересохли тут у нас. Сочность нам нужна. Ладно, друзья, пока у нас овощи остывают, мы сейчас прокрутим мясо. Берем сетку средную, небольшую, потому что когда крупные кубики, тоже не очень вкусно. И не слишком мелкую. Именно средненькая сеточка идеально подходит. И смотрите, что делаем. Нарезаем, ребят, можно, конечно, прямо закинуть. Но может не справиться с сухожилием мясорубка. Поэтому помогите ей, нарежьте на кубики и так отправляйте. Ну так нарезаем. А потом вот так посередине разогрубанем и хватит. Дорогие, вы еще тут жир заметите на бедрах, его, кстати, достаточно много. Не удаляем, потому что этот жир придает котлетам сочности. Мясо мы прокрутили, оно готово. Сейчас посмотрите, я овощи перенес в какую-то посуду, где можно в блендере их перемолоть. Конечно, можно было бы их и прокрутить вместе с мясом, но поверьте, друзья, в блендере лучше перемолоть их в кашу вообще без комочков. Отправляем к овощам молоко и начинаем работать. Овощную смесь переносим к мясу. Два яйца. Специи. Плюс к этому еще черный перец. Примерно пол чайной ложки свежемолотый. Тут и острый перец, друзья, и черный. Не бойтесь, тут все рассчитано идеально. Черный перец пикантности придает, красный и острый перец остроты. И оба на своем месте тут. И две чайные ложки соли. Друзья, еще у нас сухари, но сухари пока не добавляем. Сверху у нас овощная смесь с молоком, яйца. Если сейчас сухари добавят, они в себя всю влагу быстро впитают и пойдут комками. Поэтому хорошенько все мясо тут вымешиваем. И только под конец, когда хорошенько вымешали, добавляем сухари и тоже еще раз перемешиваем. Хорошенько руки промыли и начинаем вымешивать. Чтобы все хорошенько перемешалось. Не переживайте, фарш жидковатый получается. Он такой должен быть, он вообще густой, не будет даже готовый. Сейчас мы сухари сюда добавим, он станет немного погуще. Добавляем сухари бронировочные. Вымешиваем. Уже чувствуется, что смесь загустела. После того, как вы все тщательно вымешали, друзья, вот такой фарш у вас получается. Податливый. Слегка жидковатый, но он такой и должен быть. Если он будет немножко более густой у вас, то придется сюда немножко молока подбавить, потому что для сочности это важно. Формируются котлеты очень легко и получаются они, друзья, невероятно вкусные. Еще большой плюс этих котлет, что ничего ждать не надо. Когда там мясо отдохнет, когда оно дойдет, в себя придет, вот это ничего не надо. Просто включаем плиту, наливаем достаточно много масла и сейчас сделаем одну пробную котлеточку. Чтобы проверить там соль, все остальное, знаете, специи, может кто-то поострее хочет. Ребята, намочили руки. Давайте сделаем небольшую котлету, знаете, чтобы она быстренько приготовилась. Мы ее попробовали. Первая котлетка за кадром уже была готова. Точнее, была приготовлена. Сочная, вкуснейшая. Оператор, а ну-ка, давай, иди. Ты тоже зацени пробную котлету. Ребята, это такая вкуснятина. Куренные котлеты для вас станут открытием. Заново откроете для себя. Действительно, великолепная вещь. Ладно, давайте так и буду небольшие котлеты делать. Как-то мне понравилось, как они выглядят. Но можно побольше тоже. Это вот чисто уже на любителя. Дорогие, температура чуть ниже средней. Ничего тут не свистит, не плюется, не летит и не питается вас убить со сковородки. Спокойно они, тихонько, на средней температуре дожариваются. И внутри тоже хорошо успевают приготовиться. И сверху тоже такая румяная, приятная корочка. В духовке эти котлеты доводить не надо. Просто жарим на сковороде и на этом все. Иногда следите, друзья. Просто лопаточкой вот так приподнимайте. Все, конечно, зависит тоже от того, знаете, где и как жарите. Как только снизу подрумянятся. Но это минут, знаете, 6-7 все равно надо. Смотрите, я вам один хитрый момент подскажу. Перевернули, если снизу еще не румяные, подождите чуть-чуть, потом опять. Просто крутите их на сковороде и доведите до румяности. Вот и все. Друзья, у меня 7 минут прошло. Я переверну котлеты. Потом я сечу обратно их. Переверну, чтобы еще пожарились. На эту вкуснятину посмотрите, ребята. Понятно, насколько это вкусно, можно только приготовить. О, как они вкусно пахнут, народ. Это не перейдет словами. Давайте я сейчас всю остальную пожарю и быстренько к вам вернусь. Ну что ж, друзья, дожарили я наконец наши котлеты. Тут такой запах стоит просто. Ладно, давайте быстренько дегусташвили сделаем. Просто, ой, какие они мягкие. Их, 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 их. Ребята, посмотрите, красота. Котлеты Фаберже. Какие мягкие. Посмотрите просто, чтобы вы понимали, насколько они сочные. Ладно, покажу вам на деле. Ломаем. Друзья, вы это видите? Они просто сочнейшие. Ладно, уже раз руки запачкал. На, половину тебе. Ну что ж, пробуем. Это не котлеты. Это песня. Оператор, что скажешь? Смотрите, как поэтично наш оператор описал. В общем, нагреть это не тот вкус, который приходит в ум при слове куриные котлеты. Благодаря овощам они сочнее. Они нежнее. Она говорит, что это что-то, что-то другое. Что-то, что-то висше, знаете. Что-то более весомое. Не просто котлеты. Я приукрасывал немного, признаюсь. А что делать? Рекламу же надо здесь сделать? Народ, правда, это невероятно вкусно. Попробуйте, сами поймете. Пряно, мягко, вкусно. С легкой сладостью от овощей. Ой, это такая вкуснятина. И главное, друзья, дешево. Да, это тоже. Сейчас я, кстати, пойду делать пюре, что и вам советую. А с вами, друзья, Билл Зураб. И вы же знаете, что на этом канале заботятся о том, чтобы ваша жизнь была хоть чуть-чуть, но повкуснее. Берегите себя. Желаем вам всего хорошего, чтобы каждый ваш день был чуть лучше прежнего. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok